МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Компенсации будут. На заседании правительства озвучили примерные цифры денежных выплат пострадавшим от обрушения части дома по улице Пушкина. Превысили полномочия. В Рязани осудили правоохранителей, выбивавших показания и задержанные. С причала рыбачил апостол Андрей. Сегодня День памяти святого воспетого группой Наутилус Пампелес. Вопрос денежных компенсаций пострадавшим от обрушения дома по улице Пушкина решен. Об этом заявила сегодня на правительстве министр соцзащиты Наталья Суворова. Правда, сумма будет разная в зависимости от ущерба. Кроме того, губернатор Павел Малков поставил точку в некоторых ранее неразрешимых вопросах. Подробности далее. Заседание правительства Павел Малков ожидаемо начал с последствия обрушения дома на улице Пушкина. Вопреки палитре мнений в соцсетях уже точно ясно, что расселения не будет. Глава Рязанской администрации Елена Сорокина твердо намерена дом отремонтировать. По вашему поручению, Павел Викторович, проведено обследование, экспертиза проработала. Сейчас готовится акт, но уже предварительные выводы. Дом восстановить можно. Поэтому параллельно ведем подготовку документов по аварийно-восстановительным работам. Понятно. Есть какие-то прогнозы по срокам? Пока нет. Готовится заключение. Там будет понятно, в какой период можно восстановить. Но постараемся в максимально короткие сроки. Все люди размещены в центре семья, у родственников. И первый подъезд полностью вернулся в свои дома. Вопрос компенсации пострадавшим уже тоже решен. Необходимые изменения в проект по оказанию помощи внесены. И с завтрашнего дня деньги начнут выплачивать. Какие конкретно выплаты у нас будут? За вред здоровью от 200 до 400 тысяч. За повреждение и утрату имущества, тоже в зависимости от степени утраты на каждого пострадавшего. И, соответственно, за повреждение жилого помещения. Сейчас как раз с городом отрабатываем, количество квартир в это войдет. И выплаты на первоочередные нужды, как раз которыми сейчас будем снабжать, кто размещен у меня в ПВРе. 9 человек. Что же касается двоих непосредственно пострадавших при обрушении, то у обоих состояние сегодня стабильное. Правда, разной степени тяжести. Один пострадавший в больнице скорой медицинской помощи. Там легкие травмы, там госпитализация, реанимация не потребовала. Поэтому в отделении травматологии состояние удовлетворительное. Все идет, в общем-то, благополучно. Один пациент с госпитализированным в ожоговое отделение областной клинической больницы. Процент поражения 60, ожоги неглубокие, его стабилизирование в течение суток. Сейчас, в общем-то, получается стандартная противоожоговая терапия. На контроле региональных властей и вопрос с капремонтом шести рязанских домов, которые прошлый подрядчик оставил, по сути, без крыши. Шанс на то, что Новый год они встретят в тепле, уже очень высок. До 20 декабря основной этап работы новый подрядчик обещает завершить. Там, в принципе, основной покрытие уже сделано, не сделаны только участки примыкания. Ну, причем, к сожалению, из-за такой погоды, даже через участки примыкания, были протечки. Со всеми жителями отработаем, все повреждения отфиксируем и до конца года, до Нового года, соответственно, все эти протечки устраним, для того, чтобы жители не чувствовали вот этого дискомфорта, который у них возник. Губернаторские поручения на местах уже начали выполнять, что называется, по-горячему. Ремонт крыши Кораблинской инфекционной больницы уже стартовал, срок поставлен до 25 декабря. Цена контракта 2,6 миллиона рублей. Ремонт школы в Пихлице обойдется в пять раз дороже. Там работы тоже идут, обещают все отремонтировать до 30 декабря. Еще одно поручение, патриотичное, касалось установки знаков Рязанской области на границах региона. Теперь они есть везде, в девяти местах. Озвучил Павел Малков и проблемы жителей поселка Дядьково. У нас в эфире мы подробно рассказывали о прорыве канализации в доме по улице Юбилейной. Сегодня в этой истории поставили точку. Решено поменять насос. Вы можете сейчас уже с уверенностью утверждать, что не затоплен дом? Да, мы с уверенностью утверждаем, что он не затоплен, подвал. И у нас в течение двух дней с Нижнего Новгорода поставляют этот насос, глубинный вместе с обвязкой, с оборудованием. И в течение двух дней после поставки мы уже его устанавливаем. Хорошо. И проблема будет решена полностью. Да, хорошо, спасибо. Вот вы начали с того, что ситуация спорная, а в итоге страдают люди. Конечно, не должно такого быть, нельзя этого допускать. Тему поддержки участников СВО на заседании правительства подняла министр соцзащиты Наталья Суворова. Она заявила, что в Рязанской области уже есть бойцы, получившие повторное ранение в зоне военных действий. Для таких солдат региональный закон скорректировали. Теперь денежную компенсацию военным будут выдавать за каждое полученное ранение. Недавно назначенный Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев провел заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие уполномоченные по защите прав предпринимателей, а также представители Рязанского областного объединения работодателей, Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий, Советы регионального отделения деловой России, Рязанского областного отделения, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». На встрече говорили о выявлении и предотвращении коррупционных проявлений в деятельности контролирующих природоохранных органов, защите прав предпринимателей в сфере экологии и природопользования. В Рязане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков осуждены за мошенничество и превышение должностных полномочий. Подробности их деяний в следующем материале. Казалось, что век выбивания показаний в прямом смысле этих слов давно ушел. Реформа МВД 10 лет назад была призвана искоренить это. Однако отголоски остались. И вину таких полицейских, превышающих должностные полномочия, удалось доказать рязанским следователям отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Следствием и судом установлено, что в марте 2017 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области применили физическое и психологическое воздействие в отношении лица, проверяемого на причастность к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Доставив мужчину в административное здание, полицейские, добиваясь признательных показаний, связывали ему руки, избивали, ограничивали доступ кислорода. Указанные действия сопровождались угрозами. В таких пытках обвинили четырех бывших и двух действующих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области. Суд счел доказательства достаточными для вынесения приговора. Сам приговор – наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти с половиной лет. Согласно Уголовному кодексу, в статье 286 пункт 3 есть приписка с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Другое уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника правоохранительных органов, касается мошенничества при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В 2014 году один из полицейских и его супруга через знакомого эффективно зарегистрировались у жителей рабочего поселка Милославской Рязанской области, где позже зарегистрировали и новорожденную дочь, и незаконно получали выплаты как граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Таким образом, супруги незаконно получили денежные выплаты за счет управления социальной защитой населения Рязанской области на сумму почти 400 тысяч рублей. Махинацию раскрыли, необратимость наказания сработала и здесь. Суд вынес приговор супруги полицейского. Наказание видит двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В Рязани открылась новая выставка продажи рыбы Камчатки. И уже с момента открытия рядом с прилавком у выставочного центра АК образовалась очередь. Рязанцы все еще не прочь попробовать дары Камчатского края. Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кета, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чавыча. Чавычу взяла и белорыбецу. Что выбрали? Чавычу да белорыбецу. Чавычу и икру. А почему чавычу? Ну, я пробовала, как мне понравилось. Купил белорыбецу кусочек и чавычу кусочек для пробы. Я чавычу в холодном копчении. А почему ее? Я уже беру ее третий раз, нравится. Также в ассортименте ярмарки печень трески. И камчатский деликатес – икра горбуши, и чавычи. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле – деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков. Богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная. С маслицем, с хлебушком, прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, 1-80. Выставка и ярмарка работает с 13 по 19 декабря ежедневно с 10 до 19. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Каждый год 13 декабря православные верующие чтят память апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Прозвали так апостола в связи с тем, что именно его спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам. В этот день митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском соборе. «Виждь и посвяти вино, братцы, и утверди, Его же насади, не снится Твоя». Апостол Андрей Первозванный – это один из 12 учеников Иисуса Христа. История его известна многим, она даже повлияла на творчество группы «Наутилус Помпилиус». Да, именно в той самой песне и описывается путь становления апостола. Вместе со своим братом Петром они были рыбаками. И во время ловли рыбы Иисус увидел их и произнес «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И братья последовали за Спасителем. Апостол Андрей называется апостолом первозванным, поскольку он первым был призван Спасителем. Если мы посмотрим на историю учеников Христовых, то увидим, как быстро они оставляли все земное и следовали за Господом. И случайно одним из частых наречий, которые употребляются в рассказах о призвании апостолов, является наречие «точес». И ученики «точес», оставив все, последовали за Господом. После воскрешения Христа апостолы бросали жребий, кому и в какие земли идти с проповедью. Апостолу Андрею выпала территория побережья Черного моря, Дуная, Днепра. Считается, что он зашел на гору, где впоследствии возник Киев, а также дошел до племен, проживающих на территории современного Новгорода. Но самое главное – это тот факт, что он вступил на пределы русской земли и благословил ее. Таким образом, мы воспринимаем его как того человека, который непосредственно от Христа передал в пределы нашей земли свет христовой веры. Андрей Первозванный считается покровителем российских моряков. Например, в «Житии» описывается случай, когда он воскресил 40 утонувших моряков, казнил апостола правитель греческого города, распял на косом кресте. Крест точно такой же формы изображен на флаге Андреевском, то есть флаге Российского военно-морского флота, еще со времен Петра Первого. Потому православные в этот день и молятся Андрею Первозванному о защите Родины, семьи, мореплавателей, а также об усилении веры и единстве людей. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.egor62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова